На кадрах оперативной съемки задержания главного фигуранта. Лишь под угрозой штурма мужчина открывает дверь. В квартире подозреваемый скрывал вот эти вещи. Все они краденые. По версии следствия, действовал мужчина сообщниками. Установлено, что на протяжении нескольких месяцев они скрывали автомобили путем повреждения личинки замка, отжатием дверей багажника либо капота и забирали ценные имущества, электроинструменты, видеорегистраторы, аккумуляторы и прочее. Похищенные подозреваемые впоследствии продавали. Задержанных по делу трое. Самому младшему 18 лет. Молодой человек признает свое вину и на обыске добровольно показывает сотрудникам похищенное. То, что не успели сбыть. Где и когда они были украдены, подозреваемый не помнит. Это было на протяжении продолжительного времени. В ночное время суток мы выходили и воровали, вскрывая машины, инструмент. Заявлениями о кражах из машин в полицию обратились несколько жителей Саратова. Сами задержанные уже признались в десятках подобных эпизодов, совершенных в разных районах города. Я говорю, выбирал машины те, которые были легко. Любой фигней можно было открыть. Никакие отмычки, ничего не нужно. Взял прямую эту тему и открою. По словам самого старшего участника криминального трио, нераз судимого за аналогичные преступления, участие в ночных кражах было для него платой за проживание в квартире у друга. Мне приходилось слушаться его, потому что если я его слушать не буду, он просто нас с хаты выгоняет, с квартиры своей выгоняет. А на улице, сами понимаете, в такую погоду долго не протянешь. Знакомых у меня больше нет таких, у кого я могу целый день отсидеться. Поэтому приходилось с ним ходить, воровать, гулять. Как он называл это гулянием? Я понимаю, что пошли гулять, это значит пошли воровать. Украденные вещи подозреваемые сдавали в ломбард или продавали в пункты приема металла. Когда вырученные деньги заканчивались, они вновь отправлялись на дело. В настоящее время задержанным предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса России. Эллада Бжалимова, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.